Телерадиоканал Страна ФМ Телерадиоканал Страна ФМ Телерадиоканал Страна ФМ Телерадиоканал Страна ФМ Я помню, я покупал журналы Ом и Птюч, где твое лицо было на обложке И теперь ты здесь Ты же вообще не меняешься Спасибо, я стараюсь иногда Даже когда понимаешь, что столько времени прошло Зацикливаешься не на своей внешности А что, как долго может работать музыка Если ты ее любишь и хочешь делать ее действительно из сердца, из души То есть ты думаешь не о том, как долго могу я работать и быть на пике формы, как долго может работать моя музыка? Да, поскольку я и моя музыка, как и у всех музыкантов-исполнителей, она неотделима друг от друга, поэтому я считаю, что основным фактором и работы, и какого-то внешнего своего соответствия, это все-таки музыка. То есть любовь к музыке движет. Вот что касается музыки, я забегу немножко вперед. Дело в том, что к нам сегодня же Женя пришел не просто так, хотя мы всегда рады тебя видеть, и без новых треков. Да, я просто так готов всегда прийти, поэтому не трогай. Приходи просто, кутузу. У нас сегодня будет премьера трека и премьера клипа, да, все одно время. Да, да, да. Дело в том, что диджей Грув совместно с Крисом Виллисом выпустил трек, который называется «Without your love». Это просто совершенно потрясающая коллаборация. И сегодня в эфире телерадиоканала «Страна FM» у нас будет премьера трека и премьера клипа, и мы поговорим, как снималась эта вся история. Я читала у тебя в Инстаграме, ты рассказывал про режиссера клипа, про то, как это все происходило. Да, Игорь Шмилев, да. Но об этом чуть-чуть попозже. Кстати, по поводу Инстаграм. Почему он у тебя такой, вот я бы, знаешь, сказала, для звезды такой сухой? У тебя информация о концертах, у тебя какие-то вещи по поводу творчества. Ну, это вообще профессиональные моменты такие, вот касаемые твоей деятельности профессионально-артистической. Я считаю, что большинство, опять же, людей, которые сейчас в Инстаграме, конечно же, они смотрят на всяческие различные уроды новости. Но, допустим, я могу иногда там опубликовать какую-то интересную фотографию какого-то события. То есть, либо праздник, либо где-то я работаю и афиша, либо какое-то еще. Но я вот, понятно, что людям хочется посмотреть, что у тебя там в личной жизни происходит. Я так не то, чтобы не особо сторонник этого, да. Просто я не понимаю, зачем мне это надо делать, то есть, да. Я, если я говорю, вот сейчас недаром же нанимаются все многие люди, которые занимаются СММ, продвижением твоего Инстаграма, пишут там за тебя. За тебя пишут, снимают, монтируют, выкладывают, что делают за тебя. Дело в том, что Инстаграм, конечно же, я веду, и у меня есть такие всякие различные события, которые я публикую. А чтобы как нанимать людей или как что-то делать, мне кажется, что это достаточно нужно, ну, может быть, больше ведущим, девушкам, каким-то либо... Многие очень люди, которые завели Инстаграм, допустим, иностранные артисты, там, они тоже выкладывают какие-то черно-белые фотографии, афиши, там, все остальное, да. Да, спокойно, и тоже сухая информация, там, с фотосессии, там, там, потому что, опять же, вернусь к тому моменту, что хочется, чтобы за тебя, опять же, говорила музыка, то, чем ты занимаешься. Ты знаешь, как в одном своем интервью ты сказал, что сегодня можно в Инстаграме написать, я самый крутой дизжакей, я самый крутой художник и артист, а на самом деле ты при этом... И быть кем угодно или вообще не кем угодно. Да, либо не являться этим абсолютно точно. Давайте прямо сейчас мы прервемся у нас, послушаем музыку чуть-чуть, а потом вернемся и продолжим. Шикарно, давайте. Доброе утро. Мы просто влюблены в нашего сегодняшнего гостя утреннего. Спасибо, друзья, я тоже во всех, во всех, а я вообще 26 лет уже, получается, 26 лет ждал этой встречи. Диджей-групп сегодня в эфире «Страна-ФМ». Доброе утро. Доброе утро. Мне кажется, стоит сейчас поговорить все-таки о вашей композиции с Крисом Виллисом и о том, как это случилось, потому что она заслуживает, ну, прям, вот, отдельного разговора. Ну, то есть, Женя, хотелось подробнее, извини, Юля, кто был катализатором вот этой идеи, генератором рождения ее, да, как все это получилось? Ты, Криса, Крис, тебя, кто кого нашел? Во-первых, рассказать нужно слушателям, которые и вообще зрителям рассказать, кто такой Крис Виллис, многие могут даже не знать, а те, кто знает, это человек, который, это один из самых главных и таких талантливых и правильных голосов танцевальной музыки, ну, и не только, хотя он сам изначально обучался госпелу и пел церкви, вот, Крис Виллис, тот человек, который прославился тем, что он был сопродюсером всех хитов Дэвида Гетте, всех треков. Потом он работал вместе с другими исполнителями, которые тоже были в виде видеоклип, которые у них были. Вот, и мы встретились с ним на одном из выступлений, точнее, менеджер, который занимается им по России. Он, мы узнали, что он работает с ним, и мы поговорили с этим замечательным человеком, что давай сделаем коллаборацию, я покажу ему музыку, а он в свое время, то есть, и мы все это запишем вместе. А у тебя была уже композиция, да? Нет, я специально написал для голоса Криса, я специально написал две композиции, одна пока еще лежит потом, может быть, а одна уже вышла. Я и написал музыку, выслал ему в Америку этот трек, соответственно, и он мне уже все, уже прислал голос. И таким образом, потом, когда он приехал сюда в Россию на свое выступление в одном из клубов, мы вместе работали, и уже, так сказать, в этот же день была съемка клипа. — Скажи, пожалуйста, Крис до этого хорошо знал твое творчество? — Я не думаю, я не думаю, но, во всяком случае, он познакомился со мной, когда мы начали уже, вот сколько, трек уже прошло почти полгода, как мы сняли клип, и он уже много очень моей музыки послушал, и он говорит, ты разную абсолютно музыку делаешь, это здорово, обычно люди берут и делают какой-то один стиль, а я всегда пытаюсь делать разный. Вот. И сам по себе Крис, как вокалист, он разнообразный, он поет абсолютно под все стили, и он вообще все время поет, и он прекрасно владеет фортепиано, у него замечательный музыкальный вкус. — Но Крис вообще сам понял, что он с самым главным диджеем России записал трек. Как ему вообще несказанно повезло? — Я думаю, что повезло всем в этом случае, но для него это, конечно же, тоже интересно, во-первых, он получает еще дополнительную аудиторию здесь, во-вторых, у него возможность работать worldwide, как говорится, это важно очень для вокалиста, да. — Подожди, а то есть вы вместе с ним выступаете в России, а ты в Америку летал? — Нет, пока еще нет, пока еще нет, но мы ведем об этом разговор с его менеджером, который в будущем, недалеком это произойдет. — Вот, поэтому сейчас, вот на данный момент, Крис находится в Турции, на одном из российских музыкальных фестивалей. — Ой, там сейчас очень даже... А, еще и на нашем фестивале. — На нашем фестивале, да, где он должен быть. Я должен был с ним как-то пересечь, но у меня очень большое количество дел. Сегодня запуск, то есть идет запуск видео, у меня много интервью, я должен вот этой пиар-компании исследовать. — Спасибо тебе, что ты начал свой день с нас. — А вы сегодня первые, да, мы так понимаем? — Вы сегодня первые, да. — Это круто, да. — Это круто, на самом деле. — И после шести часов там будут еще. — Премьера клипа у нас будет совсем скоро, но минут через пятнадцать, я думаю, мы обязательно посмотрим и послушаем. Сейчас вновь мы ненадолго прервемся, через несколько минут вернемся и продолжим разговор. Хорошо известная песня «Помоги» — это Гарик Буррито, Блэк Купро и Диджи Груф, которые сегодня нас в гостях. — Доброе утро. — Пока, друзья, звучала песня, мы сейчас узнали такую секретную информацию. — Эксклюзивчик, я бы сказал. — Оказывается, еще один трек вот в этом же составе. — В этом же составе. — Он уже готов. — Можно что-то сейчас рассказать? — Он уже готов, можно. Этот трек готов. Он еще, я уверен, что он потанцевально еще больше... — Больше охитяра. — Да, больше охитяра. — Хорошая оговорка, кстати, была. — Творческий потанцевал. — И получается так, что мы ждем сейчас разрешения от одной известной мировой звукозаписывающего лейбла, мировой компании, которая нам даст разрешение на сэмплы, которые мы там использовали. Мы ждем, вот, пока все дела по правам решатся, а там кусочек совершенно маленький, который мы используем. — Но очень необходимый, да? — Очень необходимый. — Это сэмпл какой-то очень известной песни. — Это очень известная песня, сэмпл. — Это фишка прям, да? — Это прям конкретная фишка. Вот. И мы сейчас юридически заканчиваем всю эту историю, и я надеюсь, что все будет прекрасно, я даже уверен. И мы в дальнейшем будем уже эту песню везде показывать. — Жень, ну вот смотри, мы сейчас... — Да, Юля, если... — Я просто знаю, что вы даже и альбом уже полноценный записали с Гариком. — С Гариком, да. С Гариком вдвоем мы записали полноценный альбом, который лежит из восьми треков. Но настолько много творческого потока идет и от Гарика, и от меня, и мы не можем состыковать по времени. Когда же тут все делать? А альбом у нас получился настолько, не побоюсь этого слова, киношный, что мы ждем какой-нибудь замечательный фильм или какой-то, ну такой вот полный метр, куда может войти, стать саундтреком. Потому что нет ничего лучше раскрутить какую-то песню, это через кино или через какой-нибудь многосерийный фильм, сериал, как его называют. — И даже если отрочек прозвучит в титрах, все равно будет выхлоп мощнейший. — Даже если он будет играть в течение, там, восьми сезонов в начале, эта песня будет популярна. — Это сейчас был тонкий намек на известный сиал, который состоит из восьми сезонов. — А я, кстати, подумал про «Доктора Хаоса». Я единственный человек, который не смотрел никогда «Геймс оф Тронс», извините. — Наш, Дженни, нас трое, как минимум. — Я начинал смотреть, но мне очень понравилось все остальное, но есть бывает, когда затягивает, да когда не затягивает. Вот у меня два сериала, которые меня абсолютно точно затянули. — Это что? — Это «Все тяжкие» и «Доктор Хаос». Я его даже по несколько раз пересматривал. — О, «Доктор Хаос» меня тоже затянул. — Я люблю вот эти вот все хитросплетения, да, вот когда все происходит. А когда вот это вот, как называется вот этот стиль «Геймс оф Тронс», как он вот это вот? — Это какая-то такая... — Ой, Коль, подскажи нам, как называется. Как? — Фантезийная. — Фантезия. — Фантезия, так говоря проще. — Я в определенный момент, когда... Я даже... Я даже... Когда ребенок у меня смотрит «Трансформеров», да, я уже под конец каких-то четвертой или пятой части не понимаю, кто кого убивает и за что, то есть, да. Имена, допустим, не знаю. Я также потерялся в определенной части «Властелина колец». Я не понял, что происходит вообще там. — Что мне происходило то, что... — Кстати, Женя, как поживает Марк Евгеньевич? Освоил ли он за то время, что ты к нам не приходил? — Да. — Какие-то новые музыкальные инструменты, кроме клавиш? — Спасибо. — Он сказал об этом еще в декабре или в январе. — Да. Заяц... Да, сын сейчас активно изучает какие-то интересные песни, которые я ему показываю или где-то играю. И он периодически... Вот ему уже совсем 12 августа будет два года, и он периодически повторяет всякие различные слова и так вот... Напевает мелодии, когда я включаю или вместе с ним пою. — Какие песни диджей грув включает своему сыну? — Только детские пока. Но есть некоторые моменты, когда идет какой-то прямой ритм или что-то еще ему нравится, он начинает сразу вот так вот качаться. И у него, когда он забегает ко мне в студию, в комнату, да, у него уже рефлек... Он сразу первым делом бежит клавишем, нажимает вот так вот и на меня смотрит. — Типа как папе? — Папи. То есть как бы, да? Папи. — Ну, в смысле, круто или нет? — Он нажимает такой, и он говорит, потому что на своем языке, что это нужно включить просто звук. Он когда нажимает, значит, должно заиграть. У него ассоциация такая. Я ему сразу включаю. — Ну, я знаю, что ты ему тоже и Моцарта включаешь. — Моцарта я ему включаю практически каждое утро. И он не только... Моцарт заслушает еще многую классическую музыку, понемножку так. Он прислушивается, так и начинает немножко под нее, как говорит, лопотать вот так вот. — Слушай, вот это называется правильное музыкальное воспитание, а не ютубы вот эти вообще. Давайте снова прервемся мы ненадолго и продолжим очень скоро. Доброе утро всем. — Первый и единственный в России. Самый яркий. Самый музыкальный. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. — Половина десятого в Москве у нас сегодня в гостях король российской танцевальной музыки. — Ой, благодарю. — Диджей-групп. Ничего там, король, нормально? — Нет, я хочу сразу сказать, что очень много-много хороших сейчас музыкантов, моих коллег, которые здесь есть. И когда ко мне вот проявляют такие слова, я благодарен исключительно той публике и вообще всем, которая так решила. Потому что я сам какие-то моменты прекрасно понимаю, что вот есть люди, которые отчасти занимаются моим пиаром. Я говорю, слушайте, ну вот народ так говорит, но я не могу сам про себя написать это в Инстаграме, знаете, там все вот так происходит. — Просто скромный, крестный отец танцевальной музыки. — Да, спокойно. — Слушай, Жень, ну это я уже давно за тобой, я помню. История год 2000, опять же, Москва, 106,8, ты прекрасно помнишь эту историю, я уверен, да? — Да, тогда потом станция 2000 была, да. — Мы сидели внизу, да, и сидели рядом какие-то пионеры. — Смотри, смотри, кто? Это же Груф. — Что, реально? Вот такая реакция была. — Слушайте, ну дайте я тоже какой-нибудь свой мохнатый год вспомню. Я помню 99-й год, и я говорила своим одноклассникам, я слушаю диджея Груфа. Для меня тогда это вот как бы как некий пришелец Мамса, который делает какую-то космическую музыку. Надо так говорить, это было, ну да, это было круто. — Ну сейчас история, когда ты разговариваешь с людьми, которые, как просчитывают некоторые люди, какая твоя публика в основном. Я сейчас реально понимаю, что меня вот слушают люди 17-35-40 лет. Вот такой вот охват у меня аудитории. — А я бы себя не ограничивала вот там вот в 45 лет. — 45, ну то семейцы ведут дальше. — Я бы тоже не стал ограничивать, да. — Посмотрела вот тут. — Прекрасная долгоиграющая история, потому что еще раз хочу повториться, о чем мы говорили с вами в начале, то, что ты любишь то, чем ты занимаешься, вот и все. — Слушайте, прежде чем у нас же премьера совсем скоро будет, я все-таки, Женя, не могу тебя не спросить. Вот давай перенесемся уже в давнее прошлое. Вот это вот танцевальное движение, вот эта вот культура, которая была 99-й, нулевые, да, чуть-чуть совсем. — Сейчас это вообще все уже пропало окончательно? Или что-то от этого? Рэперы убили все уже? — Нет, никто ничего не убивал, все появились, потому что время так захотело. А танцевальная музыка, она осталась, но не в таком, наверное, ярком ключе, который было раньше, да, потому что помните, сколько было имен, которые сейчас ушли со сцены и не продолжают все это продвигать. — Ой, Рудык и Кубиков играют на миллион. — Наверняка они работают, делают свое дело, просто раньше они были как бы на волне, а я всегда был за то, чтобы продвигать не только свое имя, но и то, чем ты занимаешься, то есть популяризировать. А так получается, сейчас не очень много людей, которые занимаются настоящей танцевальной музыкой, а все равно уходят в какую-то сторону поп-музыки. — Мы говорим о России или вообще это общемировая тенденция? — Сейчас мы говорим о счет России, а мировая тенденция себя чувствует абсолютно прекрасно. — Все супер, да. — Потому что все мировые звезды записывают треки только с диджеями. Крис Вильс, который говорил, он сказал, что сейчас просто невероятно делать коллапс каким-нибудь музыкантам-диджеям в Америке. Это сейчас number one. Любой топовый исполнитель хочет это делать. — Ага. То есть я правильно понимаю, что и наши все стремятся туда, в Европу, и там все записывать? — Ну если они не запишут хорошую песню, абсолютно она сама туда попадет, и только русские радиостанции, которые, может быть, не взяли в эфир трек из-за того, что он им непонятен, они услышат его в Европе или в мире и сразу увидят его в хит-парадах и поставят сразу к себе в эфир. — То есть это получается, да, что несмотря на то, что у нас мы с тобой об этом говорили в перерыве, что у нас огромное количество хорошей, качественной музыки появилось там вот в последние несколько лет, все равно их музыка и наша современная поп-музыка, ну давай так, объединим, да, все это под определение поп-музыка, это все-таки разные истории. — Абсолютно. Она должна отличаться, потому что мы живем в России, а они там. — Это всегда у нас свой менталитет, у нас своя подача, у нас свои интересы, хоть мы и пытаемся быть похожими на какие-то моменты, на европейские и американские аналоги в плане движения, да, но все равно у нас это получается со своим каким-то флером, мы все равно это делаем так, как мы, поэтому мы здесь и живем. — Слушай, ну вот интересно, прости, Иль, пожалуйста, уже добить окончательно эту тему, скажи мне, пожалуйста, ну ты вот, человек мы видим, и ты вечно молодой, на самом деле. — Спасибо огромное, я стараюсь. — Не скучаешь ли ты по тому времени? Нет у тебя такого, что вот, блин, ну тогда же было реально круто, и вот это когда-то пропало. — Не особо, я вспоминаю это время, что оно было прекрасным просто, и сейчас тоже прекрасное время, оно по-своему прекрасно, и в плане музыки, и в плане личной жизни. Посмотрите, сколько стало возможных интересных доступов, сколько стало интересно происходить, допустим, сейчас вот мне почему нравится, сегодняшнее время, сегодня все доступно, это хорошо. — С одной стороны. — С одной стороны, с другой стороны, конечно, когда есть какая-то доступность, но с другой стороны, я еще раз хочу сказать, что покупая музыкальную программу и создавая в ней музыку, человек мог то же самое раньше делать, когда у него, я говорил, вот гитара, он пошел, не умеет играть, но он пошел, купил ее, и гитаря играет плохо, и выпускает песни, но все равно плохо. И тот же момент, пошел, играет человек, который играет отлично, взял гитару и на это же написал шедевры. Это все по-разному бывает. — Ну тогда ему не было плохо, где показать, а сейчас есть, ну да. — А сейчас есть показать, сейчас очень много людей, они проходят, посмотрите, раньше нужно было, чтобы стать популярным, только идти на телевизионные каналы и на радиостанции, и сейчас это можно делать все в интернете. — Вот, вот это, конечно, большой плюс. — Да, два клика, и у тебя миллион аудиторий практически. — Сейчас можно, чтобы люди поддержали ту или иную проблему какую-то, допустим, да, благотворительность, либо какую-то несправедливость чьей-то стороны, либо что-то еще, это можно все донести, а раньше этого не было, сейчас... — Давайте, слушайте, уже перейдем к главному событию этого часа, прямо сейчас премьера. — Я предлагаю Жене самому объявить эту песню, и так у нас сейчас премьера, Крис Уиллис, диджей грув, и композиция, которая называется... — Without You Love, специально на... для страна FM. — Друзья, давайте будем смотреть и слушать прямо сейчас премьера. Поехали. — У нас этим утром легендарный диджей грув, он сегодня премьерит свой трек и клип с Крисом... — Совместный. — Совместный, да, трек с Крисом Уиллисом, это коллаборация, вот только что мы посмотрели клип, послушали песню, ну, слушай, ну, хочется вот быстрее уже... И не хочется, конечно, хочется с тобой долго подольше поболтать, сесть в машину, включить, но абсолютно летняя история... — Да, мы тебя, Женя, кстати, поздравляем с выходом. — Спасибо огромное, Крис, я очень рад, что вот тем людям, которые... — Аплодисменты, кстати, пошли. — Те люди, которые смотрят вот подписчики в Инстаграме и вообще те, которые со мной очень долгое время уже в Инстаграме, им все это очень нравится, им не очень важно их мнение. — А ты читаешь комментарии? — Конечно, конечно, я читаю, отвечаю сам, отвечаю на них, потому что они же следят, они же, их нужно проявлять уважение к этим людям, которые все время, в течение долгого времени с тобой, и даже ты замечаешь и запоминаешь некоторых интересных людей, которые тоже с тобой общаются прямо непосредственно. — То есть, подожди, человек, который тебе написал коммент в Инстаграм на твою страницу, он может быть стопроцентно уверен, что это пишет не СММчиком и отвечает, а это... — Так он еще может быть, он может еще и подружиться с диджием Грум, да, если напишет хороший смешной комментарий? — Это отвечаю я, потому что там нет 70 тысяч комментариев тому, как у кого-то, у меня там порядка 100 комментов может быть, и еще там можно на них ответить. — Давай поговорим об этом треке с Крисом Виллисом, что сказал твой партнер по этой композиции, невозможно существовать без любви к жизни и боли, которую ты испытываешь, если этой любви нет. — О чем эта песня, вот, с твоей точки зрения? — Ну, эта песня, она достаточно такой посыл несет о любви к жизни все-таки, и о самой любви. Действительно, все, что вокруг, создает вокруг прекрасное нас, это любовь к чему-то, к человеку, к жизни, и если ее не будет, вот когда в этой жизни, что я буду делать без этой любви, без твоей любви? Как я смогу дальше существовать? Будь та любовь воодушевленная или недушевленная, здесь идет такая речь, то есть это такие ценности, о которых не часто говорят люди, вот, и пытаются завуалировать другими словами. Здесь все достаточно прямо доступно сказано, что вот любовь — это один, это движущая история, которая может происходить. Можно что угодно поменять, все написано, все изменится, да, но это всегда останется. То есть это одна главная истина. — Она банальная, она как бы простая, но... — Она банальная, простая, но она настолько мудрая и правильная, что от нее никто не сможет никогда отказаться. — И вечная, да, абсолютно точно. — Мы посмотрели клип, только что запремьерили его, давайте, у нас есть еще одна такая видосик, такая видеоподборка, бэкстейш, насколько я понимаю, да, со съемок этого клипа. Жень, мы его сейчас запустим, а тебя попросим прокомментировать, что там происходит. — Хорошо. — Давай прямо сейчас посмотрим. — Автор, режиссер клипа Игорь Шмелев. — Да. И его команда. — Где снимали? — Снимали мы на одном из уровней парковок очень еще не заселившегося жилого комплекса. — Это в Москве все делалось? — В Москве все делалось, да. Крис прилетел специально из Америки. — Он не капризничал? — Это вообще потрясающий человек. У него просто никаких моментов звездности, и вообще он абсолютно, он френдли 100%. Мне кажется, что все те люди, которые себя проявляют, то, что представляют, они меньше пафосничают. — Женя, скажи, вот то, что мы сейчас видим, это репетиции какие-то или реальные съемки? — Это реальные съемки. — Это уже снимается. — Да, и мы приехали с Крисом со своими девушками на машинах, и они, как бы сказать, немножко, как правильно говорят, баттлиться или что-то еще. — Соперничают, да, так слегка. — Да-да-да, кто, как, какая любовь. Вот. Ну, задача, на самом деле, видео была сделать очень красивую картинку, понимающую то, что мы здесь вдвоем с Крисом, что здесь все достаточно позитивно. Вот Игорь Шмелев сам, без оператора, снимает с камеры всегда. — А, то есть вот сейчас в кадре с камеры сам режиссер. — Сам режиссер. — Да, сам режиссер, он всегда вот ходит. — Ну, очень западный дух у клипа получился. — Да, но это благодаря только лишь Игорю, потому что он... у него есть определенный вот такой вот... ну, как у любого музыканта или творческого человека свой вкус. — Ну, и картинка такая фермущая, кстати говоря. — Картинка фермущая, да. — Красивые девушки, красивые машины, естественно. — Сейчас он... у него несколько работ было с Би-2, и сейчас он заканчивает тоже один из фильмов, который сам снял полнометражный с Би-2. — Вот сам Крис, он ждет съемок. — Серьезный молодой человек в моде бюджета. — Это одежда, которая была, она предоставилась прямо на площадке. Это не его вещи. То есть это тоже не мои вещи. У меня такой нет ни водолазки, нет такого пиджака. Это все стилисты, которые здесь взяли. Привезли кучу светов всякого различного, чтобы сделать картинку вот этих стробоскопов и вот это вот все. — Сколько снимали по времени? — Снимали мы достаточно долго, порядка 8 часов. Порядка 8 часов мы снимали. — Обеденный перерыв диджея Груву и Крису Виллису был выделен? — Ну, там, как обычно это делается, стоит женщина с плитой и все готовила, куча еды. — Большая отца наварила. — Ну, там же большая команда была. Там порядка 30 человек было на съемочной площадке. И там все было, начиная от конфеток, от сладостей и заканчивая пиццами. Чуть ли и не фо было там. То есть по-разному. — Ну, все круто. Жень, мы тебя еще раз поздравляем с этой премьерой. — Спасибо вам огромное, друзья. — Я хотел о чем спросить еще. Страшно говорить эти слова, но ты же не первое десятилетие находишься вот в таком жестком, насколько я знаю, ну, все об этом знают, да, в гастрольном графике. — Ну, достаточно, да. — Не возникает у тебя мысли, что как-то ты подходишь к зеркалу и говоришь, «Слушай, ну, наверное, уже надо поменьше. — Да? — Уже чуть-чуть вот как-то... — Надо подойти? — Вот это к тебе вопрос. — Я вчера сидел в одном из любимых ресторанов, ждал... — Да-да-да, видела, я твою историю смотрела. — Да, ждал, пока приедет Дениза, моя жена. Вот, и реально понимал, что я на протяжении всего времени, сколько лет этому месту, вот я прихожу туда и получаю наслаждение. — Жень, нас 25 секунд. — Да. — И поэтому, когда я прихожу в те же места и в клубы или на площадку, я все равно до сих пор испытываю наслаждение, не собираюсь говорить, что хватит не этого. — Вот он, в чем секрет, диджей группа. — Я считаю, для тебя это вечное, если вы, я бы, и слава богу вообще. — Спасибо тебе огромное, что ты сегодня пришел к нам с утра пораньше. — Еще раз премьерой, друзья, в гостях у нас был диджей групп. Женя, огромное спасибо еще раз. — Ждем тебя вообще всегда, приезжай. — Ты крутой, брус. — Даже без предупреждения. — Спасибо огромное, всем доброго утра и до следующих встреч. — Спасибо, друзья. — Все, прощаемся с вами до завтра, Юлия Егорова. — Влад Кутузов. — Вернемся завтра, как обычно, в 7 часов утра, здесь же, на телерадиоканале «Страна ФМ». Пока, до завтра. — Пока. — Это телерадиоканал. — Странно. — Ф1 на всю страну.